Музыкальное крещение Арноба Баджаняна произошло еще в детстве. Однажды, вернувшись из детского сада, Арноб стал взахлеб рассказывать, как к ним пришел какой-то дядя и попросил всех спеть. Дядя внимательно слушал, потом сказал, что мне обязательно нужно заниматься музыкой. А мальчику было всего пять лет тогда, а дядей оказался никто иной, как Арам Ильич Хачатурян. Тогда правильно-правильно хлопайте. Тогда еще никто не мог представить себе, какая богатая и насыщенная творческая жизнь ожидает Арноба Баджаняна. И в этой жизни он сумеет самое главное – любить и дарить людям. Сама история жизни Арноба Баджаняна – это история любви, которая разлетелась по всему миру в песнях. В них жила его душа, метущаяся, ликующая, иногда тоскующая, но бесконечно добрая. Каждая песня – это невероятно искренняя история, близкая сердцу каждого, задевающая самые тонкие струны нашей души. Люди любили его песни и писали ему множество писем. Однажды Арноб Арутюнович получил необычное письмо от юноши, который просил его сочинить песню на написанные им стихи для любимой девушки Наташи. Только так он мог завоевать ее любовь. Бабаджаняна ответил ему, что стихи слабые, но он обязательно сочинит новую песню и посвятит ее Наташе. А ноты вышлет юношей по почте, чтобы он мог подарить их ей. Бабаджанян выполнил свое обещание. Так родилась одна из его лучших лирических песен. «Позови меня».